Глава 14. Освящение, сыновство, а не рабство. В предыдущей статье рассматривалось понятие начального освящения. Теперь следует остановиться на том, что в Новом Завете обозначено как постепенное, а затем и окончательное освящение. Постепенное освящение. Прежде всего необходимо обратить внимание на такой очевидный факт. Библия утверждает, что хотя люди освящаются и становятся истинно святыми в тот момент, когда возлагают свое упование на Христа, как было видно из предыдущей статьи, они после этого по-прежнему нуждаются в том, чтобы постоянно очищать себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Второе послание Коринфянам, глава 7, стих 1. Акцент на этом факте защитит от распространенной ошибки. «Разумеется, Библия учит, что человек оправдывается верой исключительно по благодати Божьей, а не на основании своих дел или духовных познаний, приобретенных до или после обращения». Послание к римлянам, глава 3, стихи с 19 по 28. Но это не означает, что человек, однажды оправданный по благодати, волен и дальше вести греховную жизнь, как некоторые неправильно полагают. Прислушаемся к словам апостола Павла, дважды повторяющего свою мысль. «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак». Послание к римлянам, глава 6, стихи 1, 2 и 15. Более того, апостол Павел с неопровержимой ясностью утверждает, что когда Христос начинает дело спасения, Он не только прощает наши грехи, но и пролагает усилия к тому, чтобы мы прирастали в святости. Истинное обращение, как напомнил Павел своим ученикам в послании к Ефесянам, глава 4, стихи 17 по 24, включает в себя готовность в согласии с Христом и с самого начала отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть отказаться от прошлой греховной жизни и облечься в нового человека. Другими словами, принять тот образ жизни, который сам Бог уготовил для тех, кто примирен с Ним, и затем всю жизнь до конца дней постоянно и настойчиво отлагать и обликаться. Иначе сказать, для человека, оправданного верой, оправданного единственно по Божьей благодати, а не по своим делам, постепенное освящение не есть нечто второстепенное. По Новому Завету оно совершенно необходимо, и, разумеется, тот, кто отказывается принять это обязательство, не может быть истинно верующим. А теперь обратите внимание на то, какими средствами достигается это постепенное освящение. В принципе, существует два способа его осуществления. Оба требуют от нас решительного действия и упорства в устремлении к желаемому. Но один из этих путей верный, а другой ошибочный. Один путь – это путь раба. Он неэффективен и приводит к разочарованию и отчаянию. Послание к римлянам, глава 7, стихи 7 по 25. Другой – это путь рожденных свободными детей Божьих, ведущих к постоянно углубляющемуся общению со своим отцом и ко всем большему соответствию его образу, мыслей и действий. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 43 по 48. Об этом хорошо сказано в послании к римлянам. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, видимые духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва отчи! «Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи». Послание к римлянам, глава 8, стихи 13 по 16. Опасность неправильно выбранного пути состоит в том, что идущий по нему видит, что Бог свят, праведен и милосерд, что Его заповеди разумны и что блага, проистекающие из исполнения закона, безусловно являются предметом устремлений. Послание к римлянам, глава 7, стих 12. Но из этого он делает заключение, что предписание Нового Завета к постепенному освящению формулируется просто. «Вот Божий закон, вот десять заповедей, вот Христова Нагорная проповедь. Прими решение, сожми в кулак свою волю, делай все возможное, чтобы соблюдать и исполнять их, и ты будешь постепенно произрастать в святости». Такая точка зрения, однако, не учитывает три существенных факта. Первый. Люди настолько испорчены и ослаблены грехом, что, как бы они ни старались, они не в состоянии соблюсти Божий закон. Они могут восторгаться Божьим законом, подчинить Ему свой разум и исполниться решимостью направить всю силу своей воли на Его соблюдение, как по признанию апостола Павла он сам однажды пытался сделать. Послание к римлянам, глава 7, стихи 22-25, 15-18-19. Но также, как и Павел, они скоро обнаружат, что каждый раз их попытки следовать избранному пути оказываются неудачными. Они обнаружат глубоко внутри себя сильное противодействие исполнению Божьего закона, подобное мощной организованной кампании, направленной на сохранение власти греха. 2. В этой ситуации Божий закон, справедливый по своей сути, не может помочь человеку. Как сказано в Библии, закон бессилен, потому что ослаблен плотью. Послание к римлянам, глава 8, стих 3-й. Более того, сосредотачивая сознание человека на его греховных наклонностях, закон зачастую усиливает их и, подчеркивая его постоянные падения, лишает человека сил преодолеть свой грех. Послание к римлянам, глава 7, стихи 7-й, 8-й, 21-й по 24-й. 3. Наконец, существует еще и третье обстоятельство, о котором легко забывают. Божий закон, разумеется, учит, как мы должны себя вести, но в нем заключено нечто большее. Это одновременно заповедь и наказание за отступление от закона Божьего или же неподчинение ему. И высшей мерой наказания здесь является отвержение Бога. Человеку достаточно один раз отступиться, и уже никакие последующие заслуги не в состоянии скупить это падение и отменить наказание. В системе, где требованием является постоянное совершенство, не может возникнуть избыточной добродетели, которая могла бы компенсировать даже малейшую неточность. Чтобы легче было понять практическое значение сказанного, прибегнем к следующей аналогии. Представьте санаторий для больных туберкулезом, расположенный в отдаленной горной долине, на другом конце которой находится атомная электростанкция, где вдруг происходит авария с утечкой радиации в смертельно опасных дозах. Власти рекомендуют пациентам санатория спасаться бегством. К несчастью, единственный путь из долины ведет через четыре горных перевала и поднимается на высоту до 5000 метров. Больным людям сообщают, что радиация для них не будет представлять опасности только в случае, если они переберутся через всю горную цепь. С точки зрения сомнительности рекомендаций, допустим, что они не подлежат обсуждению, и любой здравомыслящий человек должен им следовать. Но случилось так, что правительство не может или не в состоянии предоставить пациентам санатория какую-либо помощь для перехода через горный хребет, ни вертолетов, ни автобусов, ни даже лошадей или мулов. Пациенты должны были рассчитывать только на свои силы, собраться с духом и идти пешком. Подталкиваемые страхом смертельной опасности, они готовы совершить героическое усилие над собой, чтобы спастись, но болезнь крайне замедляет движение и, наконец, становится ясным, что у них нет надежды перейти к горный хребет. Скорее всего, они погибнут или от собственной болезни, или от последствий радиации. Но, предположим, дополнительно было сообщено, что больные должны перейти все четыре перевала в течение трех дней. Тот, кто будет идти дольше, всех получит такую дозу радиации, что будет представлять опасность для других людей. Поэтому оставшие будут расстреляны, без предупреждения, как только они появятся на другой стороне горной цепи. Те, кто устал и ослаб, обнаруживают, что переход первых двух перевалов занял у них больше отпущенных на это трех дней. Какой теперь смысл бороться дальше и переходить еще два, если в конце пути, несмотря на все усилия, их ожидает смертный приговор? Казалось бы, каждая клетка нашего существа должна протестовать против такой постановки вопроса. Бог не может быть таким, и, безусловно, Он не таков. Предполагаемый им путь постепенного достижения святости состоит не в том, чтобы просто дать людям свой закон и повелеть, приложить все усилия для Его исполнения. Ведь в таком случае судьба людей была бы не лучше судьбы несчастных пациентов санатория. И Божья любовь, и Его сущность обусловили Его решение открыть людям совсем иной путь. Его первый шаг к избавлению людей от непосильной тяжести греха состоял в освобождении их навек от наказания за то, что они не в состоянии в полной мере исполнять Его закон. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Кремленам, глава 6, стих 14. Христос своей смертью понес наказание за людей однажды и навсегда. Послание к римлянам, глава 6, стихи 6 по 11. Теперь, следовательно, люди свободны. Если бы они по-прежнему находились под законом и подлежали бы наказанию в соответствии с ним, то достаточно было бы одной ошибки, одного падения, одного единственного греха, чтобы навлечь на себя наказание. В таком случае все попытки продвинуться дальше по пути освящения были бы бессмысленны. Грех тогда победил бы и сорвал бы все попытки освободиться от его власти. Но теперь такие попытки имеют смысл. Когда, несмотря на свое внутреннее сопротивление, исповедующие Бога, все же грешат и терпят падения, то они имеют возможность исповедать свой грех Богу, и Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. А если же нет угрозы наказания ни сейчас, ни в будущем, то они могут вновь подняться и продолжить борьбу на пути постепенного освящения. Второй шаг, который предпринял Бог для уничтожения власти греха, это предоставление такой помощи, такой силы, которых сам закон никогда не мог дать. Таки вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, то есть Христу, да приносим плод Богу. Послание к римлянам, глава 7, стих 4. Здесь следует подчеркнуть, дело не в том, что Божий закон плох, или что его требованиями можно было бы пренебречь. Цель Бога направлена на необходимость выполнения нами этих требований. Послание к римлянам, глава 8, стих 4. Но сам закон не может дать необходимую силу для его исполнения. Разрешение этой проблемы, предлагаемое в Новом Завете, можно было бы метафорически обозначить как бракосочетание со Христом или, как сказано, в только что процитированном фрагменте, чтобы принадлежать другому. Смотрите также первое послание к коринфянам, глава 6, стихи 16 и 17. Женщина, мечтающая о ребенке, может прочесть бесконечное количество книг по физиологии, но без мужа ее мечты никогда не сбудутся. Так же и Христос, воскреснув из мертвых, становится живым и любящим духовным супругом для тех, кто уповает на Него, наделяет их необходимой жизненной силой, чтобы они могли приносить плод Богу в виде постепенно обретаемой святости. Очевидно, что в Новом Завете эти отношения не подавляют личность верующего, так же как выходящая замуж женщина не превращается в некий хозяйственный аппарат. Верующий остается личностью, несущий ответственность за свои поступки. Он должен усердно и неуклонно стремиться к святости. Второе послание Петра, глава 1, стихи с 1 по 11. Он должен жить так, чтобы угождать и служить Богу. Но теперь это уже не просто чтение книжных наставлений или же известных десяти заповедей, занесенных на каменные скрижели, с последующей попыткой исполнить их. В таком случае это то, что в ниже цитируемом стихе из Нового Завета названо служением по ветхой букве. Но ныне, умерши для закона, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Послание к римлянам, глава 7, стих 6. Святой Дух Божий, отразив в Библии Божьи законы как выражение святости Бога, теперь как личность дает жизнь этим законам, реализуя их в верующем и через него. Дух Святой действует в верующем, обновляя его разум, изменяя кругозор, перестраивая шкалу его ценностей, укрепляя волю, переориентируя его устремления и строя преграды греховным помыслам. Дух желает противного плоти, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание Галатам, глава 5, стих 17, также глава 5, стих из 16 по 24. Это отношение между верующим и Христом через посредство Святого Духа, однако, не сводится к каким-то непонятным впечатлениям, расплывчатым формам, к непостиженным и трудно выразимым видениям. Христос будет постоянно направлять умы своего народа к Божьему Слову. В Новом Завете говорится, что когда Христос молился Отцу, посвящая молитвы постепенному освящению своих учеников, Он сказал, «Освяти их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. За верующим, конечно, по-прежнему остается право выбора, ибо, как гласит Святое Писание, «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Послание Галатам, глава 6, стих 8. «Но в своем выборе верующий уже не подгоняется, как раб кнутом, страхом Божьего наказания, а управляемый Святым Духом, получает инстинктивное сознание того, что он Дитя Божье, имеющее в себе любовь, жизнь и суть Отца». Послание к римлянам, глава 8, стихи с 14 по 17. «Как гирокомпас помогает выдерживать курс самолета, так и постоянное сопровождение Святым Духом верующего совместно с его собственными внутренними побуждениями помогает ему выдерживать курс, намеченный для него Богом. Курс, ведущий через призвание верующего и оправдание к конечной цели его прославления». Послание к римлянам, глава 8, стихи с 26 по 30. «В Библии нет и намека на то, что продвижение по этому пути всегда будет гладким. Когда Дитя Божье сбивается с пути, словно маленький ребенок, или нуждается в дополнительном импульсе, чтобы ускорить движение вперед, Бог, как любящий Отец, не колеблясь, наставляет его. А принимать наставления иногда бывает больно, но Бог наставляет верующего с отеческой любовью и мудростью, чтобы он мог причаститься святости Отца». Послание к евреям, глава 12, стихи с 1 по 13. «А цель совершенно определенно и не подлежит сомнению. С самого начала пути верующий получает гарантии в том, что, будучи оправданным верой, он достигнет славы Божьей». Послание к римлянам, глава 5, стихи 1 и 2. Окончательное освящение. Время от времени у некоторых людей возникала мысль, что христианин на этой земле может быть и совершенно безгрешным. Библия отрицает это. «Пока мы живем в этом мире, мы должны признать, как это признает Павел. Говорю, так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Послание к филиппийцам, глава 3, стих 12. Освящение верующего будет завершено во второе прошествие Христа. Тогда верующий станет похож на Христа физически, нравственно и духовно. И в Библии говорится, как это будет происходить. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2.